Барак Обама подписал военный бюджет на 2016 год, в котором предусмотрена военная помощь Украине в размере 300 миллионов долларов. До этого Обама отклонил аналогичный проект бюджета, который был всего на 5 миллиардов долларов больше, а это менее 1%. Важная деталь, документ предусматривает оказание помощи Украине только после принятия такого решения администрации США. Насколько решительна администрация, на что хватит этих 300 миллионов долларов и не проедет ли их в незалежной? Об этом рассказал постоянный эксперт накануне ТВ, руководитель Центра координации «Новая Русь» Алексей Анпилогов. Цели и задачи Соединенных Штатов Америки на украинском направлении не ограничивались с моментом смены власти. США используют Украину для достаточно четкой задачи дестабилизации всего юго-западного фланга Российской Федерации. И под эти задачи США накачивает Украину специалистами, инструкторами, технологиями. И, конечно же, одним из вопросов тоже является поставка вооружений. Конечно, здесь, скорее всего, речь будет идти в основном не о летальных вооружениях, но часть таких-то критических военных систем будет поставлена по стандартам НАТО. На них будет проведено обучение, и после этого Украина будет их использовать, потихоньку не стягиваясь, де-факто, в сотрудничество с блоком НАТО и конкретно Соединенными Штатами Америки. И, конечно, это все будет направлено против, в первую очередь, Российской Федерации. Американцы настроены достаточно решительно. Однако ожидать, что США вооружат и обучат армию Украины за месяц, не стоит. Это план на год-полтора, уверен эксперт. И за это время американские инструкторы могут познакомиться с укроваяками достаточно близко. Основная трудность, с которой столкнулся рапортный инструктор, это, безусловно, переучивание украинской армии на стандарты НАТО. И здесь, конечно, им предстоит масса чудесных открытий, связанных и с самим вопросом разности в советских стандартах и стандартах НАТО, так и откровенной безалаберности и никчемности украинских офицеров и прапорщиков, что стало уже притчей в языках. Речь идет исключительно о военных системах, то есть никто не собирается снабжать Украину топливом или обмундированием. В этом случае сумма 300 миллионов, она достаточно существенная. Скорее всего, данная программа рассчитана не на один год. Принятием военного бюджета, предусматривающего военную помощь Украине, демократы в США решают внутриполитические вопросы путем разрешения мировых кризисов, которые сами же и создали. Но даже со сменой власти ничего не изменится для Украины. Ее будут кормить столько, сколько надо. Украина практически полностью включается в орбиту западного экономического мира на правах младшего партнера, при этом теряя все и всяческие экономические связи с Российской Федерацией. Вот эта конкретная программа, это программа будущей войны с Россией. Здесь надо понимать, что украинский реваншизм никуда не делся, и вопрос Тонбасса и Крыма будет неизбежно ставиться на повестку дня практически любым украинским правительствам. В эфире была рубрика «Экспертное мнение» специально для Накануне ТВ. Подписывайтесь на канал Накануне ТВ и смотрите другие видео из рубрики «Экспертное мнение». Субтитры создавал DimaTorzok